Дневной разворот На самом деле мне вчера наш сегодняшний эксперт Ян Чеботарев объяснял, что это достаточно сложная процедура и далеко не все смогут объявить себя банкротами. Подробности после 12 часов. И после 12 же мы будем связываться с представителями департамента муниципальной собственности, администрации Кирова. Узнаем, что там со стадионом трудовые резервы. Потому что в последний месяц появляются, конечно, угрожающие заголовки из разряда, что Киров этот стадион может потерять. Так это или не так выясним. И есть еще другие заголовки о том, что это будет подарком нам к 650-летию Кирова обновленный стадион трудовые резервы. В общем, разберемся. Все это после 12 часов. А сейчас мы будем обсуждать итоги программы формирования комфортной городской среды в городе Кирове. И есть определенные недочеты, которые были выявлены на объектах программы Общероссийским народным фронтом. Сейчас у нас в студии Иван Глинчиков, член регионального штаба ОНФ и председатель Ленинской районной организации Всероссийского общества инвалидов. Иван, добрый день. Добрый. Иван такая сторона, которая будет озвучивать претензии. И у нас представитель администрации Дмитрий Кондратов, заместитель руководителя департамента городского хозяйства администрации Кирова. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. И Павел Сокерин, главный инженер Кировского жилищного управления. Павел, добрый день. Здравствуйте. Да, ну вот Дмитрий и Павел будут объяснять, что там и откуда все эти недочеты появились. Ну, давайте мы, наверное, с Ивана все-таки начнем. Я бы просила объяснить, что это была за проверка. Ее проводил Общероссийский народный фронт. Насколько это традиционное такое мероприятие? Что вы проверяли в первую очередь и что увидели? Да, все верно. Вместе с коллегами, с активистами ОНФ мы уже не первый год выезжаем и проверяем не только дворы, но и дороги, и тротуары. Да, третий год, наверное, идут такие мероприятия. И совместно с администрацией города. И в прошлом году у нас выезд был даже с представителем федерального Минстроя. Два дня мы ездили по дворам и смотрели те или иные недочеты. Какие-то были со стороны Минстроя, какие-то с нашей стороны. Поэтому это традиционная история. В этом году уже не первая проверка. В начале лета мы смотрели уличную дорожную сеть, смотрели тротуары, смотрели те лестницы, которые были отремонтированы. По крайней мере, по жалобам именно людей с инвалидностью, которые в нашу организацию в частности обращались. Это было одно обращение как раз по Ленинскому району. Второе по Первомайскому району. Там граница. Там граница с Ленинским. Улица Карла Маркса? Милицейская. Милицейская. Милицейская район центрального рынка. И вот буквально на днях мы выезжали, смотрели уже промежуточные итоги во дворах, на дворовых территориях. Ну и вчера с представителями СМИ, я думаю, что многие слушатели, наверное, видели эти сюжеты, как раз тестировали, уже тестировали, взяли инвалидную коляску. И я был вынужден тестировать. Пару раз упал, но, тем не менее, тест состоялся. А тестировали что именно? Тестировали дворы. Тестировали съезды, как они сделаны, как сделаны тротуары, как сделан уклон поперечный, продольный при заезде, заходе на этот съезд. Как вообще сами съезды качественно сделаны? Ну вот пришлось два раза упасть. А упали вы почему? Потому что что-то сделано некачественно? Да, две причины. При подходе к этому съезду есть поперечный уклон, то есть, ну, условно говоря, есть некий крем на правую сторону, соответственно, я не могу нормально управлять и держать коляску. И второе, съезд, ну, очень крутой, то есть порядка там 18-20 градусов, то есть мне просто, у меня подножка и колеса упирались в этот съезд, соответственно, я заехать не мог. Поэтому упал. И сколько, ну, вот 37 дворов, да, вы обследовали, да, в скольких вы нашли нарушения? Вообще обследованы, да, все 37 дворов, 17 из них приняты в эксплуатацию. Нарушения нашли практически во всех, но, смотрите, сложно говорить, потому что в каких-то дворах работы еще ведутся, в каких-то они не были начаты, но это проблема знакома там по причине, ну, раскопок, да, теплостей. И, вот, по крайней мере, вот в тех 17 недочеты есть, но справедливости ради надо сказать, что в четырех дворах по улице Воровского 123, 125, 127 и 129, это вот рядом стоящие дома, сделаны практически идеально. И тротуары, и дорога, то есть подрядчик, если захочет, если правильно поставит задачу своим рабочим, может. То есть у кого-то получилось? Это был какой-то уникальный отдельный подрядчик на эти четыре двора? Я не могу сказать. А вот о чем сейчас нам представители администрации расскажут? Вот, то есть там сделано достаточно качественно, несмотря на то, что это обычные типовые пятиэтажки, да, и обычные узкие дворы, да, ну, таких проблемных дворов много. Это юго-западный район? Это юго-западный район, да, район, район униципроизводственный, если я не ошибаюсь. Так, то есть вот четыре двора есть, они без претензий. А в тех остальных, где претензии найдены, они устранимы или не устранимы? Ну, то есть что нужно для того, чтобы их не было, этих претензий? Нет, конечно, устранимы. Так? Нет ничего не поправивало. Но если работы уже закончены и приняты, то может сюда вернуться подрядчик? Конечно, может. Он может вернуться в претензионном порядке, он может вернуться в судебном порядке. Так, кто претензий должен предъявлять? Заказчик. Заказчик. Безусловно. Все, переходим к администрации. Вы ознакомились со списком вот этих, с перечнем вот этих нарушений, да, дефектная ведомость, по-моему, это называется, то, что ОНФ обещала передать в администрацию? Да, конечно, мы ознакомились с перечнем. Ну, во-первых, я хочу поблагодарить Народный фронт за их активность и действительно, ну, наверное, благодаря им мы становимся лучше. Все-таки работу мы проводим для людей, как в первую очередь и они, и мы стараемся сделать лучше и комфортнее для всех. Мы, по сути, занимаемся одним делом. Ну, хочу отметить, благодаря вот тому, что они, наверное, уже не первый год указывают на какие-то замечания, с каждым годом, ну, я по крайней мере на это надеюсь, у нас становится меньше замечаний, несмотря на то, что в каждом дворе были выявлены какие-то недочеты, но мы их стараемся устранять. Вот, что касается вот дворов, которые почти идеальные, там работал тот же подрядчик, который работал и на других дворах. Так, а как же так получилось, что в одном месте он прям безупречно практически сделал свою работу, а в других нет? Человеческий фактор. На самом деле, эта работа проводится в том числе и с населением, с жителями, они такие же участники этой федеральной программы, они софинансируют работы и в том числе зависит от активности самих граждан, которые проживают на этой территории. То есть, вот те четыре дома, где сделано почти идеально, это значит, что там неравнодушные жильцы, это значит, что в тот момент, когда они видели, что что-то делают не так, да, исполнители работы, они либо подходили туда, либо искали бригадиры, либо обращались в администрацию и говорили, что, слушайте, что-то вот тут... Сказать, что именно все жильцы там активные... Ну, есть кто-то. Да, потому что, ну, не все жильцы в домах активные... Ну, понятно, да, настоящий был их мама, мы знаем, да. Там активный, ну, скажем, председатель или старший по дому, она действительно с подрядчика просто не слезала ни день, ни ночь, контролировала все операции до конца. И даже в некоторых, вот, где, так скажем, найдены замечания, в некоторых местах, ну, скажу честно, жители сами не хотели заниженного бордюра. Несмотря на то, что есть определенные требования, ну, они видят свой двор именно так, а не иначе. Что значит, не хотели заниженного бордюра? Они прямо подходили и говорили, мы не хотим заниженного бордюра? Они так не говорили, но, например... Или они просто не обратили внимания, что установили такой? Нет. Напротив подъездов просили не занижать, например, бордюры. Чтобы машины не заезжали на газон? Ну, видимо, да. Или, может, вода, чтобы не попадала. Со съезда, с конечных краев тротуара мы, конечно, съезды делали, но на некоторых подрядчик, конечно, допустил нарушение, мы подтверждаем, да. Есть такие, так скажем, замечания, они будут устраняться. Ну, вот в первую очередь мы отработаем все дефекты, которые нам указали. Ну, ведомости вот в этой, да, АТОНФ, которые есть. В первую очередь мы их отработаем. В любом случае сохраняется гарантийное обязательство за подрядчиком в течение трех лет. Мы контролируем по окончанию зимнего сезона, когда сходит снежный покров, устанавливается теплая погода, и когда видно, как пережил двор зиму, мы проходим и все замечания еще раз фиксируем. Какие-то, ну, там, увеличиваются проблемы, где-то остается в хорошем состоянии. Мы ведем претензионную работу, ну, благодаря тому, что построена, так скажем, наша работа, что подрядчик сейчас понятен, мы эти работы устраняем. Так, подождите, подрядчик, который накосячил, что называется, это один подрядчик или их несколько все-таки? Ну, в настоящее время подрядчики все кировские. Все здесь организации, их все можно найти. Все можно найти и все можно устранить. Так, я все-таки уточню, вот устранение этих недочетов, на которые я обратил внимание УНФ, будет сейчас производиться или сейчас важно закончить все работы по дворам, а устранение претензий будет в следующем году весной? То, что можно устранить сейчас, будет устраняться сразу. А все остальные, ну, я допускаю, что-то будет и новое. Будут устраняться уже по факту. А вот я Ивана хотела спросить, упомянули съезды с тротуаров, есть еще другие для меня, для моего двора, например, очень актуальные вещи, что затапливает проезжую часть и сделали вроде ее там красиво, бордюр выглядит отлично, дождь прошел, там глубокая лужа, ничто никуда не утекает несколько дней. Что чаще всего встречается и, может быть, что наиболее проблема, кроме того, что с коляске приходится падать? Ну, Ольга, у меня точно такой же двор, как у вас. Нас тоже затапливает, хотя все было сделано хорошо и красиво. Ольга, хорошо, а у меня двор с горочкой, у нас все стекает. Нет, у нас тоже двор с горочкой, но тем не менее, нас подтапливает, но двор делался еще не в рамках этой программы, мы делали достаточно давно. Суть не в этом. Кроме этих нарушений, были, к сожалению, места с некачественным асфальтом. Он был в трещинах, он был пористый асфальт, то есть он просто рукой брался и рассыпался. Затем некачественные стыки бордюров, бортового камня между собой, они замазаны непонятно чем, то ли это бетон, то ли это цемент. И он местами, да, хоть раствор, он уже трескается, местами он даже выпал. Некачественные, неаккуратные, я бы даже сказал, стыки старого и нового полотна асфальта. Чтоб видно было, что вот здесь новенькое у нас, да? Нет, ну есть всему технология, как должен делаться этот стык. Ну, видно, что он просто, ну, вот замазан, там новое на старое, вот замазан. Даже и вот в том дворе, в котором были там вчера на Лепси-49, он сделан вообще криво-косо. То есть, ну, как, собственно, получилось, так и ладно. Ну, вот, наверное, вот это основные дефекты. И еще мы, конечно, видели, когда не то, что некрасиво, непонятно как, значит, не обложены, что ли, бордюром колодцы. То есть колодец, вот он старый, из него уже все это сыпется, валится. Вот вокруг него кое-как там заасфальтировали и ни бортовым камнем не огородили, никак. То есть, если автомобилист неаккуратный по узкой дороге, он просто наскочит колесом на этот колодец. Колодец никак не перенесли, вот вчера это видели. Потом видели в одном дворе, видать, подрядчик просто выполнял объем работ. То есть, есть дорожка пешеходная, которая идет вдоль дома, потом она заворачивает за дом и идет никуда, в никуда, просто в газон. У меня такая тоже есть во дворе. Она просто уходит в газон. То есть, это, ну, освоение, освоение денег. Зачем оно, для кого оно сделано? Ну, вот это, видать, на усмотрение было подрядчика. Дмитрий нам пояснит сейчас, что это задание, которое никуда. Я как раз, ну, готов пояснить по этому вопросу. Если, допустим, по общественным пространствам, понятно, эти территории муниципальные, и мы планируем все объемы, исходя полностью, рассчитывая на свой бюджет, то дворовые территории, это территории, принадлежащие собственникам в многоквартирном доме. И программа так устроена, что в любом случае софинансирование граждан должно быть, но не все готовы оплачивать эти работы в полном объеме. И перед тем, как формировать техническое задание, мы с жителями, ну, либо там весь дом участвует, кому это неравнодушные граждане, либо это представитель, либо старший по дому, выходим, обсуждаем полностью объемы работ. И, видимо, ну, настолько тоже экономят средства свои собственники, что говорят, вот у этого подъезда, ну, условно говоря, ложите асфальт, а дальше не надо, он более-менее нормальный. Не надо этого делать. Так, подождите, а асфальтирование разве тоже идет на основе софинансирования? Я вот не знаю. Полностью. Серьезно? Идет полностью. А мне казалось, что по этой программе вроде бы там какая-то часть работ делается все-таки, ну, в обязательном порядке, а какие-то дополнительные работы делаются на основе софинансирования, нет? Эти, да, какие-то работы выполняются в обязательном порядке, но в финансировании... А, ну, то есть это общая кубышка. Это, да, общий кошелек, в который складываются деньги собственников, муниципалитета и федеральные деньги. И дальше начинают рассказывать, то есть нам вот здесь надо асфальт, здесь не надо, а дорожка-то в траву, которая уходит, это как? То есть они так и сказали, то есть у нас вот на 20 метров дорожки хватает денег, а дальше не делайте? Вот про траву надо, конечно, посмотреть в конкретном случае, но, как правило, граница... Вершининский 7. Вершининский 7. Граница двора заканчивается по определенной территории... А, то есть они до своих границ сделали дорожку. А программа не предусматривает ремонт дорожки вне границах двора. То есть у нас даже сделано, так скажем, когда конкурсная процедура идет, бальная система предусматривает повышенный бал тем домам, которые смежно ремонтируют сразу несколько дворов. Вот, например, Поворовского, пример очень наглядный. Да, и у них выше шанс попасть в эту программу и выполнить работы. Но есть такие, что вокруг соседние дома не хотят участвовать или, может быть, не могут там профинансироваться. И, соответственно, граница двора заканчивается где-то там по середине визуально двора. Есть тропинка к магазину. Часть из нее выложена, значит, там брусчаткой, условно говоря, или заасфальтирована, а часть осталась такая... Это очень похоже на то, как при ремонте тротуаров бывает. Здесь частная территория, здесь муниципальная. Поэтому на муниципальной мы сделаем одну брусчатку, а там у вас через бордюр другой. В железнодорогах, когда переезды встречаются, вот железнодорожные, там тоже можно это ощутить, да, где качается одна земля, где другая. А что делать с отсутствием эстетики? Подождите, а в таком случае, когда вообще принимался там объем какой-то работы, жильцы разве не понимали, что дорожка не дойдет до конца, что она закончится вот здесь? Они понимали, но финансировать ремонт соседнего двора как ни собственники не могут, так и вне рамках программы расходовать бюджетное, тем более федеральное средство, невозможно. Я поняла, так может тогда вообще не надо было ее делать, эту дорожку? Может лучше было что-то другое сделать хорошее? Нет, собственники хотят. Они в полной мере хотят сделать хотя бы в границе своего двора. Это Рейд Брэдбери какой-то просто. Нет, они могут не делать, но это вопрос уже к тем, кто хочет ее делать или не хочет. Понятно. И то же самое по бордюру, если не обордюрен колодец, то есть это просто не вошло в объемы при составлении технического задания. То есть там, да, наверное, 34 бордюра. То есть часть недочетов, которые есть, там надо разбираться, я так понимаю, что с документацией. Часть недочетов, которые есть, это недочеты, которые, ну, прямо вот сразу было понятно, что они появятся. Да, то есть это, так скажем, решение собственников в доме. Часть недочетов, ну, так решили, но эффекта в итоге-то получается все равно лучше, чем было. Нет, это понятно, конечно, да. Да, положительный эффект налицо, и он есть. Да, недочеты появляются, что-то, может быть, не соответствует госстандарту, но положительные эффекты, результат достигнут. Ну, стало лучше. Естественно. Но не идеально. А хотелось бы, чтобы было как на воротах. Так, какой-то баланс между стандартом и эстетикой должен возникнуть. Это были полностью средства муниципалитета, и было решение именно за муниципалитетом, естественно, полностью объем был бы принят и так далее. Мы, в свою очередь, за то, чтобы полностью делали, и за то, чтобы и смежные дворы делались. И, как правило, мы уже взяли за правило синхронизировать программы безопасной и качественной дороги с программой по комфортной среде, чтобы двор делался, в том числе с выездами на уже отремонтированные центральные дороги. И сейчас уже налаживаем работу и с фондом капремонта. То есть, если в этом году или в этот год, в который будет ремонтироваться двор, ремонтируется фасад и так далее, мы, конечно же, приоритеты отдаем, чтобы это было все в скупе сделано. То есть, мы настраиваем эту работу, да, за три этих года. Не все было идеально, но я надеюсь, что в ближайшем будущем мы придем к тому, что будет ремонтироваться и двор, и дом. И вот в этом году мы уже получили негативный эффект по ремонту тепловых сетей, там, на Дзержинского. На следующий год мы уже сейчас понимаем, какие дворы будут ремонтироваться, и уже проводим работу с ресурсоснабжающими организациями, чтобы они капитальные ремонты и текущие ремонты провели вперед, нежели там появится асфальт. Да, главное, чтобы это была не экстренная какая-то история, потому что тут ты уж никуда не денешься, придется копать. А, Дмитрий, как относятся подрядчики к активным, дотошным жильцам, которые приходят... Надо Павла, наверное, даже об этом спросить. Да, я так правильно понимаю, что жилищное управление как раз работу подрядчика вот в процессе контролирует. Приходит главный там по подъезду по дому, говорит, нам надо высокий бордюр 15 сантиметров. Подрядчик говорит, ну, это же нехорошо и неправильно, и вот что, как? Ну, в любом случае, дефектная ведомость, она разрабатывается в соответствии с действующими нормами, но с учетом всех пожеланий собственников. То есть все пожелания собственников учитываются, но самое главное, чтобы эти пожелания соответствовали действующим строительным нормам. Так, а вообще, как, ну, вот сам процесс как строится? То есть вот становится понятно, что двор попадает в программу формирования комфортной городской среды. Дальше его жители. К этому моменту есть какой-то проект работ там или план какой-то, что должно быть сделано? Сначала с чего начинается? Все начинается с дизайн-проекта. Собственник заказывает дизайн-проект на двор. Так, после того, как он попал в программу? Да, после того, как он попал в программу, он заказывает дизайн-проект на двор. Но это картинка, в которой указан дом, указан земельный участок и указаны малоархитектурные формы, что где будет расположено. У кого он заказывает? То есть есть какая-то организация или он выбирает, кого хочет? То есть дом выбирает, кого хочет? Нет организаций, которые руку набило, и вот эти все недочеты, мелочи знают? Я добавлю, на самом деле, немножко поправлю, дизайн-проект разрабатывается до начала конкурсных процедур. То есть это одно из требований для участия в конкурсной процедуре. А это то, во что вкладываются жильцы, еще не зная, получат ли они деньги или нет, правильно? Они желание свое обозначают, и уже в соответствии с дизайн-проектом понятно, где они хотят лавочки, где какие-то детские спортивные площадки и так далее. Дизайн-проект это одно из требований, и на самом деле нет требований именно заказывать у специализированной организации. Некоторые и сами его делают самостоятельно, ну кто-то умеет. То есть мы принимаем дизайн-проекты все на равных условиях. Кто и профессионально может его заказать, а кто-то самостоятельно изготовит дома. Все эти дизайн-проекты принимаются во внимание. И после этого уже больная система выстраивается. Двор попадает в программу, они берут свой дизайн-проект и начинают его воплощать с подрядчиками. Правильно понимаю? А на этом этапе никто, подрядчик, еще кто-то, не может провести экспертизу вот этого дизайн-проекта и сказать им как раз, что может быть не стоит ввести дорожку в никуда. Здесь давайте сделаем бордюры пониже. А то вас затопит. В данном случае специалисты НКУ КЖУ выезжают на объект вместе с собственниками, и они на объекте уже смотрят, что где сделать, где поменять бордюр, где установить лавочки, где установить малую архитектурную форму, где сделать асфальт. А подсказать-то жильцам в этот момент могут, что вот лучше сделать так, а не иначе? То есть им подсказывают? То есть совместно с нашим специалистом. А как тогда получается все бордюры? Анна, а можно предложение? Возьмите нас с собой, пожалуйста, берите. А, кстати, действительно, возьмите специалистов по доступной среде. Вы, пожалуйста, позвоните, в любое время с вами съездим, все покажем, все расскажем. Так, значит, хорошо, вот дизайн-проект, значит, одобрен с жильцами, с подрядчиком встретились, съездили, посмотрели. Вот, и что происходит дальше, когда идут работы? Мы сейчас в этом будем разбираться после перерыва полутораминутного на рекламу. Продолжаем разбираться в итогах проверки объектов по программе формирования комфортной городской среды. Говорим про те 37 дворов, которые были сделаны, которые были обследованы специалистами Общероссийского народного фронта. Иван Клинчиков в нашей студии, Дмитрий Кондратов и Павел Сокерин. И в студии еще у нас телефон, куда можно писать и звонить, 909-720-101-0 во всех мессенджерах. И вот пишет нам Лев Сломатов, что дизайн-проект – это один из барьеров для участия в проекте, и такое требование излишне. Согласитесь с такой позицией? На самом деле нет. Еще раз повторюсь, что дизайн-проект, какие-то требования, что должна специализированная организация разрабатывать или нет. Когда люди, жители хотят сделать что-то, так скажем, красивое и хорошее, наверное, мы должны прислушиваться к их мнению и видеть это, как они это видят. На что деньги пойдут. Да. То есть в первую очередь посыл должен быть от них, как это должно выглядеть. А за собственников разработать дизайн-проект, я боюсь, что мы не угадаем то, что им хочется. Нет, я про то, что должна быть или не должна быть какая-то организация, которая помогает в разработке дизайн-проекта, спросила исключительно в том смысле, что одна организация, которая видит эти проекты ежегодно, она уже знает, где там какие-то слабые места, проблемные какие-то точки, на которые может обратить внимание жильцов. Мы с дорожкой все-таки пытаемся разобраться. Да, тут в перерыве наши гости сказали нам, скорее всего, ситуация в следующем. Эта дорожка сделана либо до границы участка дома между двумя соседними домами, и в следующем году, возможно, соседний дом будет делаться, и там эту дорожку продлят за деньги уже соседнего дома, там по программе соседнего дома, либо это делается до какой-то территории общего пользования, и там будет та же самая история. Но главное, чтобы это не затянулось лет на пять, пока дорожка вот эта вот уже в негодность придет. Дальше что происходит? Мы к Павлу Сакерину снова обращаемся, главный инженер Кировского жилищного управления. Подрядчик пришел, значит, объект они увидели, осмотрели, с жильцами договорились, все там, да, скульптуры расставили на плане малой архитектурной формы, лавочки все разместили, ну, тоже на планчике пока, и приступают к работам. Правильно? Ну, немножко не так. Вот сначала специалисты МКУ КЖУ выезжают на объект, делают обмер. Обмер совместно с представителем собственника. Потом после обмера составляются дефектные ведомости. После дефектной ведомости составляется локальная смета. Следующий шаг. Сметы передаются на госэкспертизу для проверки достоверности определения сметной стоимости. Следующий шаг. Как администрация города Кирова проводит конкурс на выявление подрядчика. И после того, как, согласно 44-го федерального закона, будет заключен контракт, появляется подрядчик. Ну, когда был заключен контракт, соответственно, подрядчик выезжает на объект и приступает к работам. Согласно той сметы, с которой он участвовал в торгах. Ну, тех видов работ, которые там прописаны, правильно? Да. И, соответственно, и специалист МКУ КЖУ, он проверяет на соответствии выполненных работ, на соответствии с метой и действующим строительным нормам. Так, а специалист проверяет это на каждом этапе? То есть, условно говоря, вот меняют, например, асфальт? Вот, допустим, поставили бордюры, специалист приехал, посмотрел. То есть, это у подрядчика в обязанностях он должен после того, как он что-то? Это наша обязанность. Это ваша обязанность. Кто связывается с подрядчиком? Вы или подрядчик со своей стороны вам звонит и говорит, что... Подрядчик, вот, когда он, допустим, завершил одни работы, к примеру, установил бордюры, он созвонился с нашими специалистами и приглашает наших специалистов на объект. Как раз вот для осуществления строительного контроля. Так, вы приезжаете, смотрите и говорите, да или нет. Да, то есть, если все хорошо, то работаем дальше, если не все хорошо, значит, пишем замечания и подрядчики устраняют. Так, и как же было в этом году вот с теми 17 дворами? 17, по-моему, Иван, вы, да, цифру называли, которые были приняты уже у подрядчика, но там есть недочеты. То есть, вы выезжали на эти дворы и дали добро? Ну, получается, если их приняли, значит, их приняли. Ну, да, получается, дали добро. То есть, на тот момент недостатков не было выявлено? Или как-то вот подрядчику было сказано, что вот здесь у тебя не все хорошо, но ты доделай, пожалуйста? Вот видите, с каждым отдельным на двором разбираться отдельно, потому что есть дворы, где собственники не хотели съезды сделать, а есть дворы, на которых действительно хотели сделать съезды для маломобильных групп. И еще есть один нюанс. Вот эти съезды не делаются только в местах пересечения пешеходных и транспортных путей. Напротив подъездов съезды не делаются. Это только по желанию собственников. И за их деньги? Да, нет. Дополнительно. А вы с каких упали его? Вы с которых упали? Да, я позволю дополнить, немножко поспорить с коллегами. Я упал как раз со съезда, который сделан правильно в начале и в окончании дорожки. То есть, у этого дома по лепси 49 съездов от подъездов нет. Но даже те два есть, которые есть, но они небезопасны. Я упал и со одного, и со второго, пройдя по всей дорожке. И что касается собственников, вот моя позиция, есть национальный проект формирования комфортной городской среды. Там прописан один из принципов, что при ремонте должен соблюдаться принцип безбарьерности среды, доступности среды. Если собственники не хотят, как собственники, они вправе хоть что делать на своем дворе, ради бога, не хотят, денег вы не получаете, уважаемые собственники. Вы не попадаете в программу. Если вы не хотите, хотите прыгать по бордюрам, прыгайте за свои деньги, а не за деньги федерального, в том числе, бюджета. Иван, а в программе вот это вот условие прописано или нет? Это условие обязательное и в федеральной программе, и в программе Кировской области. Ведь оно прописано? Конечно, как требование, не как пожелание, как требование в госпрограмме Кировской области, в рамках которой идет софинансирование муниципалитетов, в том числе муниципального образования города Киров, со стороны Минжика Хакеровской области, это требование. Вот я и говорю, может быть, в каких-то домах есть настолько настойчивая Марья Ивановна, что она побеждает всех сотрудников подрядчика и вынуждает его идти вопреки требованиям программы. Или как вот происходит эта коммуникация? Нет, ну на самом деле люди взаимодействуют с подрядчиком. Ну, еще раз повторюсь, мы с каждым годом улучшаем ситуацию, и в том числе и объясняем, и подрядным организациям у нас еженедельные встречи с подрядчиками. Все эти замечания обговариваются. Ну, вот, как Павел Николаевич сказал, что в итоге двор, ну, принимается, принимается в первую очередь он на основании актов анализа асфальтового покрытия, то есть предоставляются акты вырезок. Мы им не верить, ну, не можем, то есть асфальт проходит экспертизу, соответственно, мы принимаем. Дальше подписывается акт собственниками. Мы на основании и мнения собственников, и предоставленных актов экспертизы асфальта, ну, принимаем работы. Какие-то недочеты, ну, на основании, так скажем, мелких недочетов, в целом, ну, не можем не принять, потому что объемы выполнены, и сразу мы договаримся, что эти недочеты будут устранены. То есть основания не принять при предоставлении определенного пакета документов нет. Это не значит, что он останется недоделанный со всеми дефектами и так далее. Так, а вот сейчас вопрос. То есть вы в тот момент, когда говорите, что есть недочеты, но в целом мы работу принимаем, я понимаю так, что подрядчик после этого средства получает, правильно? Нет. Ну, оплату за свои работы нет? Да. Оплату за свои работы получает. Он, ну, получается так вот, если мы говорим только о материальном там интересе, да, он уже не заинтересован. То есть работу сделал, деньги получил, остались там какие-то мелкие недочеты, он ушел. Вы как-то контролируете этот процесс вот устранения недочетов? Как это происходит? Непосредственно, так скажем, и при общении, но если на контакт не идет, включаем какие-то административные ресурсы. А какие? У него уже деньги на руках. Идется претензионная работа. Мы составляем акты осмотра, указываем дефекты. Если указано в письме время, подрядчик не реагирует. Соответственно, ведем претензионную работу. Обращаемся с исковым заявлением в суд. И, соответственно, уже суд принимает решение. Были такие случаи? Они бывают, но не единичные. Так, как быстро решается после того, как вы претензии пишете? То есть решается в разумные сроки? Или подрядчик просто уходит в глухую несознанку, и потом уже приходится выискивать его через суд? Это бывает, что у нас с подрядчиком договорные отношения. И договорные отношения в силу закона всегда можно отрегулировать судом или еще как-то. До суда доходят такие случаи? Доходят. Доходят до суда. Конечно, не этот год, но предыдущие года, да, у нас есть один или два в суде, которые мы сейчас судебными приставами решаем вопрос по понуждению, устранению дефектов. А можно я спрошу, вот те подрядчики, которые через суд сейчас не делают там или до суда довели дело, они в этом году, например, работали на объектах? Нет. То есть они репутацией своей рискуют. Если раз они сделали и что-то не доделали, вы больше их не берете. Да, да. Остается немного еще времени. Давайте успеем продолжить дискуссию с Львом Саламатовым. Он просит убрать ограничения с дизайн-проектом, потому что это денег требует, и тогда будет больше количества участников. Вот вы испытываете какой-то недостаток в заявках или в их качестве, может быть, и хотелось бы, чтобы больше было условиях? Как правило, они определяют вообще концепцию, что делать и где делать, поэтому... А по количеству участников вот заявок от дворов, от домов? Нет, количество участников от этого не влияет. Достаточно много участников и желающих. Качество оформления документов, конечно, не, так скажем, ну, оставляет желать лучшего. Но, скажу, мы с каждыми участниками, со всеми участниками, кто подает документы, работаем через территориальное управление администрации района. То есть мы не держим документы до самого конкурса. Если есть какие-то замечания, выявленные в процессе конкурентных вот этих процедур, мы созваниваемся, связываемся с тем представителем многоквартирного дома и, соответственно, говорим, где недочет, чтобы была возможность поправить. Большой проблемы практически не составляет, в том числе и с дизайном, проектом. Мы хотим, чтобы больше людей в этом участвовало. А вот 37 дворов в этом году, а тех каков, если помните? Ну, порядка 150, по-моему, заявлений было. То есть примерно каждый четвертый. Каждый четвертый попадает, примерно. Ну, отсев, я скажу, не по дизайн-проекту, а отсев идет по бальной системе. Обращу ваше внимание, что у нас конкурс прошел на три года. То есть 37 дворов на следующий год. То есть в очередь все выстроились примерно? Да, еще на три года распределили остальных участников. Спасибо большое нашим гостям. Не успеваем поговорить, кстати, про проблему доступной среды на улице города. Значит, не последний раз. Да, еще сделаем эфир по этому поводу, потому что про реализацию двух программ мы будем, конечно, говорить. Спасибо большое нашим гостям. Иван Глинчиков, член регионального штаба ОНФ и председатель Ленинской районной организации Всероссийского общества инвалидов. Дмитрий Кондратов, заместитель руководителя департамента городского хозяйства администрации Кирова. И Павел Сокерин, главный инженер Кировского жилищного управления. Дневной разворот вернется в эфир через 20 минут. Продолжение следует...